Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Вот и настал новый день, наполненный невероятными возможностями. Пусть ваше настроение будет таким же прекрасным, как первые лучи солнца на Доходском море. И пока оно еще не взошло, мы осветим ваше утро студийными фонарями. Меня зовут Юлия Бель, вот что нас ждет в этом выпуске. На повестке дня узнаем, что обсуждают пользователи социальных сетей. Жуть какая! КПТ-терапевт объяснит интерес к фильмам ужасов. Авторский взгляд. Расскажем, что нового появилось в сахалинском сегменте видеохостинга YouTube. Необычные потомки волков. Познакомимся с малоизвестными породами собак. Минутка физкультуры. Долгие годы здоровой жизни. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. День мирового кино. Всемирный день радио. Международный день под рукой. День сладких снов. Эти неформальные праздники отмечают в разных странах 13 февраля. А по народному календарю сегодня празднует День Никиты Пожарника. Согласно обычаям, нельзя оставлять дом пустым, иначе в нем поселятся темные силы. Другие интересные факты о сегодняшней дате узнаем в рубрике «Народный календарь». 13 февраля многие страны отмечают Всемирный день радио. Праздник учредила ЮНЕСКО в 2012 году. Дата приурочена к первому выходу в эфир – радио ООН. Оно начало вещание в 1946 году. Радио – не только средство связи. Это также технология, естественная наука и система производства аудиоконтента. 68 лет назад в Антарктиде начала работу советская станция «Мирный». До 1971 года она служила главной базой отечественных экспедиций. За сравнительно короткий срок на территории соорудили дома, магнитные, сейсмические и другие научные павильоны, а также исследовательские лаборатории. На сегодняшний день на станции постоянно трудятся и проживают российские ученые. 13 февраля на Руси не оставляли дом без присмотра. На хозяйстве должен был остаться хотя бы один член семьи. Бытовало поверье, что иначе в избе поселится леший. Новоиспеченные мамы относили детей к знахарям и отводили от малышей возможные несчастья. Огонь в печке поддерживали на протяжении всего дня. Это сулило семье достаток и счастье. Расположение светил на небосводе сегодня поспособствует лене и упадку сил. Раскрыть творческий или умственный потенциал будет крайне сложно. Женщинам небесная канцелярия рекомендует держать эмоции под контролем и быть готовыми к напряженным ситуациям. Мужчинам стоит отложить серьезные вопросы и не ждать помощи от окружающих. Вы знали, что заразительный и живой детский смех в каникулах Бенни Фадзе по-настоящему был живым? Группу школьников собрали в кинозале и показали им уже готовый мультфильм, но без звука. Детям так понравились трюки льва, что они начали задорно смеяться. Этот смех записали и включили в итоговый монтаж мультика. Надеюсь, подборка интересных новостей тоже вызовет у вас неподдельные эмоции. Смотрим! В Нижнем Новгороде закипела Волга. Необычное природное явление наблюдали местные жители. Над водной гладью поднимались клубы пары, похожие на туман. Из-за этого плохая видимость создавалась даже на высоте 12 этажа. Кипеть Волгу заставили сильные морозы, опустившиеся на город. В Санкт-Петербурге нашли самого вежливого сотрудника ГИБДД. Один из жителей многоэтажки снял на видео, как инспектор просит водителей пропустить машину сквозь пробку. Водители просьбу полицейского услышали и уже через несколько минут служебная машина скрылась из виду. Парень из Венгрии превратил старую машину в гоночный симулятор. Геймер расписал кузов автомобиля и поставил его в комнате. Вместо лобового стекла он установил монитор. Также для большей реалистичности молодой человек добавил в конструкцию проектор. С помощью него можно видеть отражение в зеркале заднего вида. В Бельгии пара супругов приютила дикого кабана. Его еще поросенком нашел глава семейства во время охоты. Хряка назвали Оскаром. Сегодня он весит свыше 80 килограммов, ест по 2 килограмма еды в день и продолжает расти. Семейная пара призналась, они уже не представляют жизни без своего необычного домашнего питомца. Ва-банк пошел наш губернатор. Ждали полвека, подождем еще. Японцы нацелились на Луну. Все это заголовки статей газеты «Советский Сахалин» 30-летней давности. О чем писали островные журналисты в лихие 90-е, напомним в рубрике «Как будто вчера». Из газеты «Советский Сахалин» от февраля 1994 года. Все об оружии. Открылась новая экспозиция в областном краеведческом музее. Больше всего она должна понравиться сахалинским мальчишкам, поскольку рассказывает все об оружии, которое когда-либо имело какое-либо отношение к Сахалину. Начиная с каменных топориков, наконечников, стрелайнов и нивхов, и завершая вполне современным, применявшимся в годы Второй мировой войны. Конечно, лучше бы их не было вовсе ни войны, ни оружия, но коль скоро когда-то оно послужило защите Отечества, то знакомство с ним позволит лучше узнать страницы родной истории, считают работники музея. Есть здесь чугунные пушки, с которыми связаны героические эпизоды первого военного конфликта между Россией и Японией. Пулемет «Максим» и даже сабля генерал-майора «Р. Гнечко», командовавшего в 45-м освобождением Курильских островов. Гром среди ясельного неба Староста глава администрации Пашибунина в Невельском районе В. Белецкий издал постановление о закрытии детских яслей. Главной причиной этого решения стала чрезвычайная низкая их посещаемость. Теперь при детском садике будет создана ясельная группа. Казалось бы, инцидент исчерпан, но вот беда многих работников детских яслей придется сократить, о чем они получили соответствующие уведомления. Для них постановление староста было подобно грому среди ясного неба, ведь В. Белецкий ни разу с ними не посоветовался. Нельзя не сказать вот еще о чем. Раньше почти вся социальная сфера поселка, в том числе и детские учреждения, находились на балансе самого крупного предприятия. Местные шахты. Теперь из-за трудного финансового положения горняки передали ее часть администрации. Поговаривают, что вскоре шахта вообще передаст местному бюджету весь жилой фонд. Только лучше ли будет от этого? Лишние люди все равно появляются. Когда услышите «А был ли мальчик?», знаете, что это выражение крайнего сомнения в чем-либо. Когда человек догадывается, что его обманывают, например. Фраза ушла в народ благодаря роману Максима Горького «Жизнь Клима Сангина». Строчка «Был ли мальчик?», может, мальчика-то и не было, появляется в конце первой главы, где главному герою 12 лет. Затем Горький повторяет ее на протяжении всего произведения. С другим выражением нас познакомит Василиса Долгушина. Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах. Так сказал древнегреческий писатель и философ Плутарх. А мы начинаем. Бразды правления, то есть власть, управление, лидерство, инициатива. Слово «бразды» пришло в древнерусский язык из старославянского с двумя значениями. Первое – борозда. Это длинный след в земле отцахи. Второе значение – борозда, удила. Это железный стержень, прикрепленный к ремням узды. Его вкладывали в рот лошади, чтобы управлять ей. И в том, и в другом случае видим желание человека контролировать процесс. Отсюда и фразеологизм, который употребляют в отношении правителя, самодержится. Используйте это и другие устойчивые выражения правильно и к месту. Ведь, как сказал испанский писатель Мигель де Сервантес, «Говорить не думая, все равно, что стрелять не целясь». Нередко нашу жизнь заполняют стресс, беспокойство и нескончаемые повседневные проблемы. Однако существуют методы, способные помочь переосмыслить наш подход к проблемам. Один из них – когнитивно-поведенческая терапия. И у нас в программе как раз есть эксперт в этой области. Сегодня Никита Лукашев расскажет, почему многим из нас нравятся фильмы ужасов. Почему людям нравится смотреть ужастики, будь это фильм или сериал? Есть несколько объяснений на этот счет. Одно из них – когда человек испытывает страх, выделяется, так скажем, группа гормонов и нейромедиаторов. С одной стороны, выделяется адреналин, норадреналин и кортизол – это гормоны стресса. Они активируют организм для того, чтобы что-то сделать, как-то себя спасти. Также выделяется дофамин. Он играет большую роль тоже в работе разных органов. И еще очень важную роль играет в улучшении когнитивных функций, таких как внимание. То есть человек становится более внимательный. Но плюс к этому выделяется большое количество эндорфинов, то есть гормоны радости. И что самое примечательное – эндорфин выделяется и сгорает в самую последнюю очередь. То есть мозг настолько у нас, так скажем, умный, и что для того, чтобы мы, так скажем, после того, как мы совладали с этим страхом, чтобы нам не было плохо, так скажем, он выделяет вот эту дозу эндорфина, чтобы мы почувствовали расслабление. И можно это на самом деле отследить. Когда мы чего-то испугались, а потом поняли, что бояться нечего, такое наступает расслабление. И мы такие – фух, ну слава богу, ничего не произошло. И так становится приятно. Это одна из версий, которая может объяснить, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов, ну так скажем, пощекотать нервишки, получить вот эту вот дозу, так скажем, приятных ощущений. Сейчас мы живем в наиболее безопасном мире в сравнении даже с нашими древними предками. Вообще в очень безопасном мире. И, соответственно, нам бывает где-то скучновато, где-то мы недополучаем этот эндорфин. Гормон удовольствия. И таким образом можем его восполнить. И проводился, кстати, эксперимент. Брали группу людей и проводили через комнату страха. Их разделили потом на две группы. Одна группа, которая перед этим испытывала скуку, они испытали намного больше эмоций, чем те люди, которые чувствовали себя нормально. Другая версия – это обучение. Одна из причин, почему мы рассмотрим. Чтобы понять, как мне себя вести, если вдруг я окажусь в подобной ситуации. Мы с самого детства начинаем обучаться. И нам интересно, как же там все устроено. Я думаю, что многие из нас в подъезде где-нибудь вызывали бабку-матершинницу, попробовали вызывать каких-то духов для того, чтобы посмотреть вообще, что это. То есть было очень интересно. И фильмы ужасов люди тоже могут смотреть где-то ради обучения, чтобы понять, допустим, как действовать, как можно себя повести в той или иной ситуации. Как я бы себе повел здесь. Бежит там, не знаю, толпа зомби. И мы там говорим, да что ж ты делаешь, главный герой. Ну, надо же вот так делать. То есть мы предлагаем какие-то свои варианты и тем самым расширяем базу, так скажем, своих знаний. И есть третья версия, что это момент такой социализации. Когда мы смотрим какие-то фильмы, обычно идет разделение, так скажем, на своих и на чужих. И в эволюции это играло важную роль. То есть это помогало оставаться в безопасности. То есть мое племя, я знаю, кто это, это свои. Все, кто не в моем племени, это чужие. То есть я вот в своем племени, я в социуме. И я, так скажем, закрываю вот эту потребность. Когда мы смотрим ужастики, обычно в ужастиках там либо зомби нападают на какую-то группу людей, либо какой-то там, не знаю, вымышленный персонаж такой, не знаю, по типу Фредди Крюгера, да, он тоже нападает на какую-то группу людей. И мы начинаем как бы примыкать, вот, грубо говоря, к своим, да, вот к тем, на кого напали, сочувствовать им, переживать. И таким образом тоже можем закрывать свои социальные потребности. А теперь отправимся в путешествие по цифровым просторам. Там современность встречается с традициями, а местный колорит переплетается с глобальными тенденциями. Мы окунемся в мир сахалинского сегмента Ютуба, где каждый может найти для себя что-то интересное. Красавчик, посмотри на меня. Вот такой красавчик. Дала коробочку, Костя, говорю, угости песика. Костя угостил, весь обед его отдал. Давно мы не заглядывали на канал Ольги Наумовой. Сахалинка за это время опубликовала 9 новых видеороликов. Больше всего просмотров набрали сюжеты про минувшую метель. Суммарно их свыше 130 тысяч. Ну все, пошла на площадь Победы. Попытаюсь, если хоть не сама на шаттл сесть, так рюкзак передать мужу. Остался на четвертые сутки. Ноги мокрые, таблеток нет. Интересно, что в видеоролике женщина сравнила метель с циклоном на Сахалине в конце 60-х годов прошлого века. Ольга Наумова даже опубликовала архивные кадры. Всем водителям снегощитительных механизмов сливитки на свои рабочие сутки. Отдел народного образования доводит до сведения родителей учащихся в школу города, что занятия во всех классах отменяются. Доводит до сведения жителей города, что в связи со снежными заносами организована дополнительная продажа слива. Судя по контенту на канале, только улицы немного расчистили, и Ольга Наумова отправилась в путь покорять сахалинские красоты. Вместе с компанией она посетила ледопады в бухте Тихой. Царство снежной королевы. Обалдеть. Боже, благородность. Канал Ольга ведет с 2020 года. Она любительница полазить по горам и водопадам, порыбачить, исследовать заброшки. Взглянув на главную страницу, можно смело сказать, Ольга посетила практически все достопримечательные места южной половины острова. А эти товарищи почему-то решили пойти на снегоступах. Тут снегу и двух сантиметров нет. Все утоптано, тропы, может учатся ходить, кто их знает. Сюжеты женщины отличает спокойная, размеренная атмосфера. Возможно, именно она и цепляет зрителей. Сегодня за обновлениями канала Сахалинки наблюдают выше тысячи пользователей. Доброй ночи, спасибо, прелестно. На такую красоту не налюбоваться. Солнце, снег и синее небо – сказка в горах. Хорошо снято, музыка в тему. Оценить творчество женщины в полном объеме вы можете самостоятельно. Для этого нужно набрать в строке поиска Ольга Наумова «Сахалин». Каждый может назвать как минимум 10 пород собак. Немецкая овчарка, ротвейлер, колли, корги, йоркширский терьер, джек-расл, дог, доберман, пудель, бульдог. Эти породы на слуху у каждого. Но есть куда менее популярные потомки волков. И о них наш следующий сюжет. Чинук – одна из самых редких пород собак в мире. Ее вывел американский путешественник Артур Уолден специально для ездовых упряжек. Представители не отличаются внешними характеристиками. Окрас – золотисто-палевый, шерсть густая, морда типичная. Однако чинуки – настоящие атлеты среди сородичей. Они обладают огромной силой, выносливостью, скоростью и интеллектом. На 2022 год их численность в мире составляла всего 800 особей. Кто может похвастаться внешностью, так это ксолоицкуинтли. Их также называют мексиканскими голами. У собак отсутствует шерсть, уши и морда вытянуты, а крас варьируется от коричневого до черного. Причем все это благодаря естественной генной мутации. Порода – древнейшая в мире, сложилась она в Мексике. Ее высоко ценили ацтеки. Они же и дали животным название ксолоицкуинтли – в честь бога загробного мира. Согласно мифологии, эти собаки провожали душу человека на тот свет. Атерхаунд – еще одна порода с многовековой историей. Ее вывели в Великобритании, когда именно данные расходятся. Первые упоминания встречаются в 12 веке. Собак использовали для защиты рыбной промышленности от выдр. Отсюда и название породы. Атерхаунд буквально переводится как «гончая по выдре». Собак отличают перепончатые лапы. Они делают их отличными охотниками и на суше, и на воде. Самая странная порода – это, пожалуй, катал-бурун. И дело не только в том, что у собаки раздвоенный нос. Кто вывел породу, история умалчивает. Зародилась она в Турции примерно в 17 веке. Кроме того, кинологи до сих пор не исследовали этих собак. Даже название у них неофициальное. Оно произошло от слов «катал», «вилка» и «бурун», «нос». Собаки пользуются популярностью у охотников. Они спокойно и обладают повышенным чутьем и прекрасно плавают даже в горных реках с бурным течением. В завершении выпуска традиционная зарядка. Упражнения по утрам должны быть легкими и приятными. Тогда мозг не заставит себя ждать и даст команду вырабатывать эндорфины, гормоны счастья и радости. Согласитесь, здорово начинать новый день с хорошего настроения. Так что присоединяйтесь к утренней активности вместе с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. Доброе утро! Я желаю вам хорошего настроения и сегодня мы поработаем с вами над любимой зоной ягодиц. Разберем два упражнения. Первое упражнение называется «хип хинч», второе упражнение будет «ягодичный мост». Но я думаю, вы откроете для себя много нового в технике непосредственно ягодичного моста. Итак, «хип хинч» с английского это «сгибание в тазобедренном суставе» или «сгибание бедра». Вам для этого упражнения понадобится либо фитнес-эспандер, вот такой, либо любое отягощение. Возможно, если у вас дома есть гантели, они вам сейчас пригодятся. Итак, исходное положение, стоя на одной ноге, в данном случае это будет правая нога, левая нога уходит назад на носок, в небольшую опору. Приблизительно распределяйте нагрузку 80 на 20. 80% у вас нагрузки будет уходить на правую ногу и 20% на левую. Вес вы держите в противоположной от рабочей ноги руке, соответственно, в левой. Плечи расправили, за макушкой вытянулись вверх. И за правой седаличной костью, правую руку можно поставить на пояс, за правой седаличной костью вы начинаете тянуться назад, удлиняясь в пояснице за седаличной костью. За макушкой вы тянетесь вперед. Следите, чтобы у вас не было запрокидывания головы. Шея является продолжением грудного отдела и позвоночника в целом. Вы почувствуете растяжение в ягодичной мышце и, сокращая ее, поднимаемся наверх. Какие очень простые упражнения на первый взгляд? Какие могут быть здесь ошибки? Первое. Вы уходите в слишком большое сгибание в тазобедренном суставе. Этого делать не нужно. Это не выпад. Это небольшое сгибание в тазобедренном суставе. Но здесь будет классно работать ягодичная мышца. Вы это почувствуете. Это упражнение очень здорово подходит для тех, у кого не получается включить по какой-то причине ягодичную мышцу. Итак, избегаем слишком большого наклона корпуса, слишком большого сгибания в коленном суставе. Это не выпад. Это что-то между становой тягой и что-то между выпадом. Еще раз. Тянемся за седаличной костью назад, вытягиваясь макушкой вперед, сохраняя нейтральное положение поясницы. Как будто вы попой открываете дверь. Представьте, что у вас в руках пакеты. И вы не можете дверью, руками это сделать. Вы, соответственно, это делаете тем, что у вас свободно. Вот делаем то же самое, но с опорой на одну ногу. Еще раз. Потянулись. И сокращая правую ягодичную мышцу, вырастаете полностью наверх. Следите за тем, чтобы у вас обязательно было полное разгибание в тазобедренном суставе, чтобы вы не оставались в полусогнутом состоянии. И еще одна ошибка. Переваливание таза. Следите, чтобы у вас обе половинки таза были на одном уровне. И правая, и левая половина. При наклоне вы можете руки поставить сначала себе на подвздошные кости. Это вот эти косточки, которые торчат. И проверить, не ушел ли у вас таз в одну или во вторую сторону. Как это выглядит с эспандером? Продеваем на рабочую стопу, в данном случае на правую. И левой рукой вы удерживаете эспандер. Правая рука на поясе. Уводя таз назад, заседалищной костью тянемся назад. И на выдохе вырастаем вверх. Обязательно следите за тем, чтобы у вас включались мышцы пресса. Не расслабляем живот. И еще один секрет. Для того, чтобы лучше включить ягодичную мышцу в любых упражнениях, давите большим пальцем в пол. Потому что большой палец непосредственно связан с ягодичной мышцей. Вот такой секрет. И второе упражнение. Ягодичный мост. Исходное положение лежа на спине. Прослите за тем, чтобы у вас не запрокидывалась голова назад. То есть, если вы испытываете некий дискомфорт в шее, подложите какую-то подушечку. Ну, если вы занимаетесь на коврике, то можно вот таким образом свернуть коврик, чтобы ваша голова была в нейтральном положении. В этом положении лежа вы хорошо чувствуете свой затылок, нижний край лопаток, крестец и стопы. Раскройтесь в плечах. Взгляд ваш направлен вверх. Руками потянитесь к пяткам и расслабьте руки. Затем, погружаясь пятками в коврик, либо в пол, как будто вы погружаетесь в такой тугой зубучий песок. Ваши ноги начинают в глину как будто бы погружаться. И вы пятками отталкиваете коврик от себя, начинаете от крестца отклеивать себя от коврика, позвонок за позвонком, удлиняя бедра, направляя колени далеко вдаль. То есть, вы как будто вытягиваетесь коленями и бедрами вперед. При этом постоянно толкаете пятки вперед. Позвонок за позвонком, поднимаете таз до нейтрального положения поясницы и таза. То есть, переразгибаться в пояснице не нужно, иначе вы начнете чувствовать спину, а не ягодичные мышцы. В этом положении проверьте, насколько вам комфортно лежать. Ваши плечи расслаблены, чтобы они у вас не поднимались от пола. Здесь вы делаете глубокий вдох. И на выдохе также позвонок за позвонком, как будто вы себя расстилаете по коврику, удлиняя позвоночник. Вы начинаете укладывать сначала грудной отдел, затем поясничный. И в самом конце вы кладете на пол крестец. Поверьте, если вы будете делать это упражнение, подключая артикуляцию позвоночника, то есть, вот это движение позвонок за позвонком, вы не только прокачаете свои ягодичные мышцы, но еще и здорово поможете своей спины. Потому что сейчас, поскольку мы мало двигаемся, много сидим, наш позвоночник теряет нужную мобильность. Итак, еще раз. Хорошая опора в стопы. Стопы у вас находятся под коленными суставами. Погружаем стопы в коврик, толкаем пятки от себя. И на выдохе, удлиняясь вперед за коленями, отклеивая крестец, поясницу, грудной отдел. Здесь делаем вдох, вытягиваясь еще больше. И на выдохе уходим вниз, удлиняя свой позвоночник. Снова вдох. И на выдохе поднимаемся вверх. И уходим вниз. Усложнить это упражнение можно, подняв одну ногу вверх. Вы можете соединить колени вместе. Так вы будете подключать еще и внутреннюю часть бедра. Если вам будет сложно удерживать таз в таком положении, то вы можете поднять ногу выше, даже согнуть ее в колени. И выполнять это упражнение, нагружая одну ногу. Только следите обязательно за тем, чтобы ваш таз не смещался, чтобы обе половинки таза были на одном уровне. Это будет еще служить тренировке стабилизации таза. Вот такие классные, эффективные упражнения для вашей красивой, подтянутой, упругой пятой точки. Я вам желаю хорошего дня. Пока-пока. Эфир подходит к концу. Спасибо, что провели это утро с нами. Надеюсь, что мне и моим коллегам удалось поднять вам настроение и зарядить позитивом на весь день. Увидимся завтра в 7 часов 30 минут на Солнце ТВ. Пока. Новый, современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост, бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Пифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Субтитры подогнал «Симон»